Всем привет! Как уже объявил Женя, я Миша Вовк, лид геймдизайнер в PIXONIC на проекте WarRobot, или как мы в компании говорим на роботах. Немножко о себе. В профессиональном геймдеве я 4 года, все это время в PIXONIC. До этого я работал в сфере информационной безопасности. Еще ранее я делал моды к третьему Fallout, к TS4 Oblivion. На лид позиции я 3 года. Начинал как джуниор левел диз, постепенно дорос до лид левел диза с командой из одного человека. Сейчас я лид геймдизайнер с командой 8 человек, и скоро будет 9. К слову, наш проект не сбавляет обороты, растет. Мы постепенно увеличиваем команду геймдизов. Если кому-то интересно поработать на таком крупном проекте, как роботы, пишите мне или Жене Судаку. Проще всего меня найти на Фейсбуке. Женю, наверное, тоже. Как вариант, еще вакансия опубликована на PIXONIC.com и в Атлантере. Ну, вернемся к делу. Поговорим мы сегодня про ошибки начинающего льда. Так, сейчас, секундочку. Первый слайдик. Человек я изначально достаточно аккуратный, ответственный. Предыдущая работа предъявляла к этому довольно высокие требования. В PIXONIC у меня были хорошие учителя, но, несмотря ни на что, я не смог избежать ряда ошибок, о которых хочу далее рассказать. Сразу же дисклеймер. Все, о чем будет рассказано далее, это мой личный опыт. Это не пересказ какой-то книжки или статьи. Все, что будет озвучено субъективно, быть со мной не согласным – нормально. Воспринимайте все услышанное не как какую-то прописную истину, а как рекомендации человека, который прошел через этап становления льда. Собственно, о чем я хочу рассказать? Мой рассказ будет поделен на тресаные блока. Первый – это ошибки, которые совершал непосредственно я. Второй – это ошибки, которые часто совершают начинающие лиды, но которые я каким-то образом избежал. И, наконец, советы лидам, будущим лидам, которые родились у меня за три года личного опыта. Так, поехали. Начнем мы с ошибок, которые были у меня. Первая такая ошибка – это не закладывать риски или закладывать их недостаточно. Если кто-то вообще не в курсе, о чем речь. Простой пример. Тебя спрашивают, сколько времени потребуется на сборку одной конкретной единицы контента. Ты знаешь, что обычно это занимает где-то два дня в обычном темпе, если не сильно отвлекают на другие задачи. Но при этом ты понимаешь, что есть вероятность, что могут возникнуть какие-то экстренные задачи или блокирующие работу баги. Поэтому ты говоришь – три дня с учетом рисков. Это очень упрощенный пример, само собой, но на практике примерно так работает. Я отлично понимал, что риски нужно закладывать, что это правильный подход. Мои ошибки были связаны в основном с тем, какое именно количество времени под эти риски нужно закладывать. И также я не понимал, что эта вещь очень ситуативная. В каких-то определенных моментах от тебя хотят понимание, когда результат будет гарантированно, железно, при этом без таймпрессинга. В таких случаях прогнозы можно умножать смело где-то на 2-2,5 и называть цифру. Но нередко бывают моменты, когда хотят близких к реальности величин, но с определенным запасом. При этом обычно все понимают, что в случае каких-то экстренных ситуаций сроки могут поехать. Ну, в идеале, само собой, понимают. В таких случаях обычно стоит накидывать от 20 до 50%. К этим цифрам я пришел не сразу, как и к пониманию, в каких ситуациях какие называть. Но такие вещи постигаются с опытом. Следующая моя ошибка – это не задумываться об оптимизации или автоматизации процессов, в частности, рутинных. Обычно время начинающего леда – тушить пожары, разбираться в текущей ситуации на проекте, имеющихся проблемах, в принятии каких-то сложных решений без уверенности в правильности выбора. Со временем все начинает налаживаться, устаканиваться. Тут важно не тянуть и задуматься, в каких частях рабочего процесса чаще совершаются ошибки, имеют место в какие-то скучные, рутинные процессы или не до конца понятный всем флоу. Очень полезно пообщаться на этот счет с командой и более опытными коллегами. Когда проблемные места будут выявлены, необходимо заняться, соответственно, оптимизацией или автоматизацией процессов. Это можно делать самолично, можно с помощью команды или обсудив с программистами или какими-то другими коллегами, заведя на них задачу, ну и обязательно проследив, чтобы эту задачу взяли в работу. Ну и несколько примеров автоматизации и оптимизации процессов. Например, автоматизированное создание базовой болванки единицы контента в редакторе. То есть для создания заготовки нового робота у нас есть самописная тулзовина CreateMech, которая автоматически выполняет часть изначальных рутинных действий по созданию префаба Меха. Дальше, само собой, уже гейн-дизайнер все настраивает. Другой пример – это наша табличка со сроками по фичам и контенту. Это наш инструмент планирования. В зависимости от выставленного типа контента или фичи и от даты релиза, там просчитываются автоматом сроки для всех этапов работы, что очень удобно. При желании это можно подкорректировать вручную. И в итоге все заинтересованы в курсе всех дедлайнов. Наконец, третий пример – это автоматизированное заведение задач в новых эпиках. То есть создаешь эпик, в процессе указываешь на фичу, он или на какой-то контент. После этого в нем автоматически появляется пакт необходимых задач. То есть ничего не будет забыто. Ну и когда все оптимизировано и автоматизировано, можно отдыхать. Ну, на самом деле нет, конечно же. Проект живет дальше, вводятся новые процессы, новые участники, множатся сущности, усложняется структура игры. Всегда есть что оптимизировать, упрощать. Это стоит держать в голове. Следующий момент, ошибка номер три – это овертайм и забивание на отдых. Это вот то, о чем общались ребята на круглом столе ранее. В игровой индустрии вообще много любителей игр, которые сделали свое хобби, профессии. Я не исключение. Поэтому всегда хочется еще чуть-чуть позаниматься любимым делом или просто банально поревьюить какую-нибудь доку в тишине, когда тебя никто не отвлекает. До какого-то предела принцип «больше делаю, больше успеваю» – он работает. Но после определенной черты начинает падать качество, падать эффективность работы. Решения становятся более импульсивными, более эмоциональными. Переключаться между задачами все сложнее и дольше. Тяжелее держать концентрацию внимания, поэтому при оценке чего-либо могут быть не учтены какие-то нюансы. А в дискуссиях может страдать аргументация. Самое страшное во всем этом – то, что это все происходит постепенно и поэтому незаметно. Поэтому стоит действовать на опережение, не забывать об отдыхе. Звучит, конечно, легко. На деле это требует сознательных усилий и немалых. Поэтому просто старайтесь разделять рабочее время и личное, по крайней мере, большую часть времени. И да, иногда покранчить бывает полезно. Главное, чтобы этот период овертаймов не затягивался. Ну и важный момент – как лид вы должны заботиться о своей команде и следить за их овертаймами. Старайтесь всеми силами минимизировать их. И просто люди банально могут выбирать, сами того не замечая. Так что замечайте за них. Следующий момент – это теперь ошибки, которые я каким-то непонятным образом смог избежать, но наблюдал их со стороны, поэтому освещу их. Первая такая ошибка – это не советоваться со своей командой и с более опытными коллегами. Как бы ни хотелось себя проявить, показать, я знаю, что делаю, важно помнить, что в итоге будут судить по конечному результату. А показатели льда, как специалиста – это показатели его команды и показатели его проекта. Поэтому очень важно обсуждать с командой, как вам добиться лучших результатов, как оптимизировать стильные процессы и тому подобное. К тому же подобные обсуждения с возможностью высказаться, быть услышанным очень позитивно влияют на моральный дух команды. Вдобавок люди очень нередко предлагают какие-то варианты, которые к тебе прям в голову не приходили. И даже берутся воплощать эти задумки на практике. Так у нас, например, появилось много всяких улучшалок в плане оптимизации процессов. Стоит также помнить, что помимо команды в компании есть другие коллеги, в том числе с хорошим менеджерским опытом. Не стесняйтесь у них спрашивать совета, им будет только приятно поделиться с коллегой опытом. Следующая ошибка – это не налаживать нормальную обратную связь. То есть не общаться с командой, не интересоваться, что их радует, что беспокоит, не сообщать, что вас радует и что беспокоит. Общаться можно как в рамках командных синков, так и на встречах один на один. В Picsonic мне изначально привили понимание того, что встреча один на один с лидом или хэдом – это абсолютно нормальная практика, и даже необходимая. Сейчас у меня такой формат. С каждым членом моей команды я встречаюсь раз в две недели один на один. Длительность такой встречи в районе получаса. Само собой, любые экстренные вопросы обсуждаются как только так сразу, не дожидаясь этой плановой встречи. Обычно обязательный вопрос на встрече только один – это что беспокоит на данный момент. Он включает в себя как рабочие моменты, так и настрой в целом. И вообще помогает понять, что мешает человеку выкладываться по полной. В остальном обсуждение каких-то конкретных ситуаций, когда что-то было сделано особенно хорошо или не очень хорошо. Во втором случае, цель – не искать виноватого, а понять, что не так в процессах или в понятности этих процессов, чтобы в будущем подобное не повторялось. Кроме того, на встречах один на один есть место банальному простому человеческому общению на свободные темы. Это помогает лучше понять людей, которые в своей команде, найти какие-то общие интересы. В общем, как мой итог, это где-то 4,5 часа в неделю меня уходит на общение с командой и я их трачу в обмен на понимание того, что беспокоит и радует их. То есть, по-моему, это отличный обмен. Также похожие встречи у меня проходят с хидом, продюсером, пэмом. Командные синки у нас раньше проходили в формате одной встречи раз в неделю, но в условиях пандемии мы стали созваниваться каждое утро на полчаса, делиться информацией о том, что делали вчера, о каких-то планах на сегодня, а в конце мы обсуждаем уже волнующие вопросы и насущные проблемы. В начале встречи еще некоторые ребята присоединяются пораньше и просто общаются на свободные темы. Кроме того, любые волнующие команды темы мы обсуждаем в закрытом канале нашем в Slack или заводим для этого отдельные встречи. Следующий момент это прям серьезная ошибка это не знать свой проект. Касается не только геймдизов, но как бы и леда в частности, то есть еще больше, чем остальных. Мы все делаем игры, все играем в игры. И нужно обязательно играть в свой проект, понимать его как игрок. Тут все просто. Играйте в свою игру, смотрите, как другие играют в вашу игру на YouTube. Читайте какие-то обсуждения игроков на Reddit или в Facebook. Это если проект уже раскручен. Если проект новый, то очень неплохо бы быть хорошим игроком в аналогичной игры. Без этого очень сложно понять, верно ли принимается решение и в ту ли сторону движется проект. Иногда можно дополнительно обсудить вопрос со специалистами других направлений или внутри команды. Но есть две крайности. Если тянуть, то кто-то примет решение за тебя. А это потеря авторитета. Если спешить, решение будет невзвешенным. Значит, выше вероятность ошибочности такого решения. Нужно искать баланс. Второй совет. Не нужно бояться ошибок. Они свойственны всем людям. Этот момент очень связан с предыдущим. Нередко люди тянут с решением потому, что боятся ошибиться. С одной стороны, разумно. С другой, все равно никто не застрахован от ошибок. Все их допускают. При этом, само собой, стоит стараться ошибки минимизировать и не совершать повторные. То есть, нужно уметь делать выводы. Следующий совет – это не бойтесь доверять людям, давать членам команды больше ответственности. Только так люди будут себя прокачивать и проявлять. Если справляются, давайте еще больше. Если нет, сбавьте обороты, дайте человеку привыкнуть. Само собой, при повышении нагрузки или когда даете больше ответственности, нужно быть внимательнее к результатам, быть готовым помочь или подсказать. Общий совет для всех грейдов и должностей. Чтобы занять какую-то позицию, начни соответствовать уже сейчас. Как правило, чем выше позиция, тем выше ответственность, тем нужно больше самостоятельности, инициативности. В этом направлении и стоит двигаться. Лично я видел кучу примеров, как человек сначала брал на себя больше ответственности, а затем уже более формально за ним закреплялась новая должность. Это не панацея, но момент важный. И, наконец, обзаведитесь удобными инструментами. Например, Evernote для хранения документов, Todoist для планирования задач, функция Remind Me в Slack как напоминалка и так далее. Тут важно понимать, что я не говорю пользуйтесь всем, что я перечислил. Нет, тут я советую вам найти свои удобные инструменты для упрощения работы. Потратьте какое-то время на поиск этих инструментов или на их создание, и это время окупится с лихвой. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Теперь время ваших вопросов ко мне. Спасибо. Миша. У нас были некоторые технические проблемы на рестриме, потому что, насколько я понял, насколько я понял из технического чафта, там ударила молния. То есть твоя преза была настолько крутая, что... Что такое? Не записалась? Нет, нет, нет. Именно рестрим немножко. Теперь пойдем по вопросам. Вопрос номер раз. Насколько привязана позиция лида к квалификации геймдизайнера? Условно, может ли мидл стать лидом или только сеньор? Очень, да, интересный вопрос. На самом деле я никогда не был сеньором, поэтому я не знаю, как идет путь от сеньоров к лидам. Тут на самом деле все позиции до сеньора в целом это вот именно про развитие геймдизайнера как специалиста в геймдизайне. Лид-позиция, она чуть-чуть еще, точнее не чуть-чуть, а прям сильно про менеджмент. То есть она требует немного другого скиллсета. Поэтому как бы может спокойно, ну на мой взгляд, мидл может спокойно стать лидом, если он готов развивать в себе менеджерские навыки. Понятно. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. Можешь ли ты вернуться к тулзе, которая считает и пишет дедлайны? Потому что я так понял, у нас несколько людей пропустили. Если ты мог бы вернуться в презентации к этому моменту и чуть-чуть подробнее остановиться на этом вопросе. Так. Я уже не помню какой это слайд. Ну-ка, а вот про оптимизацию и автоматизацию. Так, тулза, которая считает дедлайны, ну смотрите, это как бы не какая-то навороченная тулза, это такая большая таблица экселевская, то есть в Google Talk по сути в этой таблице есть куча столбцов, каждый из столбцов посвящен определенному этапу, то есть этап концепта, GDD, там создание UI-макета, тестирование и так далее, все этапы. На каждый этап отведено какое-то количество рабочих дней, они как-то к чему-то привязаны. То есть либо делаются за сколько-то дней до релиза, либо просто отнимают сколько-то времени. Соответственно, как только ты указываешь финальную дату релиза и какая-то единица контента или фича, тебе тут же просчитывает, когда надо стартовать работу над ней, когда нужно писать концепт. Ну и, соответственно, все остальные этапы тоже у них появляются в своей дате. Как-то так. Спасибо. Следующий вопрос. Кто у тебя в команде? Расскажи немножко поподробнее. Все-таки как-то короля делает свита. Так, я так понимаю, чем занимаются ребята? Или про грейды? Просто ты сказал, что у тебя там восемь человек. Да-да-да. Скажи о них чуть-чуть поподробнее. Кто они, что они делают там? Да-да-да. Один человек это саунд-дизайнер. Это в целом специалист, который взаимодействует со многими подразделениями, но с нами чаще всего, поэтому он в моей команде. Он чуть-чуть обособлен от остальных ребят в том плане, что у него своя сфера, в которой он полностью разбирается и занимается. Просто следим, чтобы ему хорошо работалось. Остальные ребята, они это геймдизайнеры универсалы. они занимаются как введением фичей, так и созданием нового контента для проекта. Все они делятся на, у нас такая определенная структура, они делятся на релиз юниты, за каждый релиз отвечает определенный юнит, то есть несколько человек. Вот и все. В принципе, эти люди между собой делят все наполнение релиза. Если им нужна помощь, они обращаются ко мне, я им помогаю, выделяю ресурсы. Вот. Хорошо. Спасибо. Следующий вопрос звучит так. Можешь ли ты примерно описать раскидку по времени на типичную неделю? Сколько времени у тебя занимает коммуникация, сколько времени занимает продуктовая работа, сколько времени занимают визионерские задачи? На самом деле очень сложно посчитать, но я в целом скажу, что те же коммуникации, встречи, они занимают прям очень много времени, то есть у меня очень заполненный график моего расписания, то есть туда что-то втиснуть иногда бывает прям сложно. Ну, плюс встречи один на один тоже занимают достаточно много времени, поэтому я уже завел себе привычку, если нужно там поревьюить документацию или чем подобным заниматься, то тоже завожу себе встречу в календаре. Довольно много времени уходит как раз на ревью документации, принятие каких-то решений, то есть ребята меня постоянно тегают в рабочем нашем чате, в Slack, по любым вопросам, чтобы уточнить у меня, как стоит поступать или если нужно просто принять решение, например, кто возьмется за ту или иную фичу или фиксить тот или иной баг или еще за что-то подобное. То есть вот это достаточно много времени отнимает. Ну, а то, что остается уже на все остальное. Понятно, спасибо. Так, переход от левел-дизайна к гейм-дизайну не был проблематичным в плане поднимания геймплейных циклов, монетизации и так далее? Был, это было для меня достаточно новое направление. В какой-то момент на этом направлении сильно потребовался прям вот экстренно менеджер, и я себя хорошо уже проявил как левел-дизайнер, поэтому мне, скажем, дали шанс, плюс я в проект много играл, банально понимал, что там творится. Поэтому ну, да, я изначально стал много общаться с командой, советоваться с ними, сам в свободное время стал читать, наверстывать все то, что было трудно понять изначально, скажем так. В гейм-дизайне у меня тоже как бы постепенное было расширение сферы, скажем, моих, не знаю, обязанностей. То есть, изначально я занимался только контентной частью, то есть, core-геймплей и новые контентные сущности. Метафичами у нас заведовал отдельный лид. Сейчас и то, и другое, но как бы у меня было время освоиться. Понятно, спасибо. Следующий вопрос звучит так. Я так понимаю, что в момент перехода с когда-то стал лид ГД, много ли у тебя упало дополнительных задач, вот чисто лидовских? Попробую оценить в процентном соотношении или может быть ты помнишь как-то? Я помню по этапам то, что когда я стал лид-левел дизайнером, примерно почти ничего не поменялось. То есть, появилось две встречи в неделю. Ну, команда была маленькая все-таки. Да, да. Как только появилась команда, как только я стал заниматься контентом, сразу же процентов 70-80 времени стал уходить только на менеджмент. Сейчас, наверное, все время уходит на менеджмент и решение каких-то вопросов. То есть, я участвую на встречах с ребятами в каких-то брейнштурмах, обсуждениях каких-то фичей и так далее, но именно как рядовой участник скорее просто как один из ГД, который вырвался немножко из менеджерских своих задач и хочет немножко попридумывать что-нибудь нового. Ты стараешься все-таки урывать время для визионерских задач. Я правильно понимаю, что руками ты в принципе сейчас уже работать перестал? Ну, фактически да. Фактически да. Вот еще интересный вопрос. Как планировать roadmap на релиз контента в проект, который уже год в релизе? Если делать другой геймдизайнер, а доделывать тебе? Планировать roadmap. Ну, как бы планировать roadmap изначально должен не один человек, в моем понимании, и у нас так происходит. То есть, у нас изначально все идет от каких-то вводных, от продюсера, от отдела монетизации. Дальше уже работая с этими вводными, сейчас у нас просто уже очень все наработано, мы уже представляем, сколько сил у каждого геймдиза уходит на создание то или иной единицы контента, то или иной фичи, поэтому мы их оцениваем, и мы как бы говорим тому же продюсеру, какой у нас capacity. То есть, поэмам, продюсеру, чтобы он понимал, сколько мы вообще физически можем сделать. Мы уже от этого отталкиваемся. Продюсер плюс наши возможности, плюс все это совместно обсуждается, и решаем. А если речь идет о доделке работы других геймдизайнеров, то, что делалось до тебя, есть ли какие-то риски, можешь ли что-то посоветовать? У нас, например, когда я стал заниматься контентом, мне от предыдущего лида достался план по контенту, который я не понимал, почему он такой. И поэтому первым делом я стал на эту тему беседовать с продюсером, доносить до него эту мысль, что мы сейчас делаем, мы сами не понимаем, что. Само собой, я с командой обсудил, и ни у кого не было точного понимания, почему такой план. Когда-то давно его запругили, и вот сейчас делаем. Поэтому первое, что мы стали делать, это переделывать под себя, делать так, чтобы нам было понятно. То есть один из вариантов. Понятно, спасибо. Следующий вопрос звучит так. Есть или может быть были у тебя в команде токсичные юниты? Как с ними работать? Токсичные, токсичные, ну, наверное, нет, у меня не было в команде токсичных юнитов. Так что я, честно говоря, не подскажу здесь. Ну, а если мы предложим такую гипотетическую ситуацию? Типа возник у меня такой токсичный человек, что я буду делать? Да. Ну, я буду с ним говорить, выяснять, в чем дело. То есть, в моем понимании, любой человек, он изначально, как сказать, хороший. То есть надо просто понять, что его делает таким, какой он есть. То есть, либо он просто привык так общаться и не осознает, что это токсично, либо что-то его сейчас напрягает. Надо ему помочь разобраться с этим. И вот еще в продолжение про Roadmap. А кто, кроме геймдизайнеров, участвует в планировании Roadmap? Там арт, код, кто-то еще, может быть, ты там немножко расскажешь. Изначально Roadmap у нас планируется, наверное, у нас есть такая LiveOps команда, в которой мы часто консультируемся, получаем какие-то вводные и прочее. То есть, туда входят продюсеры, аналитики, специалисты по монетизации, геймдизы, в общем, такой довольно широкий спектр специалистов, но не все. То есть, как-то изначально с ними общаемся, потом продюсер нам уже некое финальное решение, финальные какие-то вводные дает. Это все мы стыкуем с пожеланиями отдела монетизации по тому, как у нас распределены все ивенты, различные события, под которые мы хотим выпускать, прежде всего, контент. И в целом от того же продюсера мы получаем вводные, когда нам нужно повлиять на те или иные метрики, соответственно, нужны те или иные фичи. с этими вводными мы, опять же, рассказываем про свой capacity, что мы потянем, что нет, и точно так же запрос идет в остальные отделы, чтобы они тоже оценили. Это уже ПМ-ы закидывают в остальные отделы запрос на то, чтобы все взглянули на план и сказали, смогут ли, потянут ли они такой объем. А если не потянут, то какое количество, допустим, людей нужно дополнительно. Потому что это как бы тоже вариант, если план больше, чем команда тянет, команду можно расширить. Так что другие отделы в основном они именно на этапе какого-то верхнеуровневого планирования, если тот же ART код, они именно оценивают свои силы в плане того, потянут они или нет. Понятно. Спасибо. Последний вопрос, наверное, на сегодня. По крайней мере в трансляции есть ли у тебя советы относительно эффективного контроля за несколькими крупными фичами одновременно? Как страхуешься от ошибок гейм-дизайнеров, наблюдая только с верхнего уровня? У нас вот наша структура, она в этом плане очень помогает, то, что мы делимся на определенные юниты, каждый из которых отвечает за какую-то фичу, за какой-то релиз, точнее. и там есть один ответственный человек, который должен все понимать по этой фиче, составлять документацию по ней, уметь отвечать на любые вопросы, но как только человек что-то подготовит, какой-то этап наступает, то есть он подготовил концепт, он скидывает его мне посмотреть, после этого я его передаю посмотреть продюсерам, команде LiveOps, то есть как бы решаем тем, что ряд человек оценивает вот это все, то есть смотрит на это все, и чем больше людей участвуют, тем меньше вероятность, что проглядите какой-то важный момент. Спасибо. И последнее такое уже небольшое от меня, если бы тебе нужно было сказать одним предложением самую важную вещь в работе Лида, представь себе, что к тебе приходишь ты сам двухлетней давности и говоришь скажи мне, что самое главное, что бы ты сказал? Крепись. Хорошо. А можно чуть-чуть развернуть мысль? Ну, здесь как бы главное не бояться, вот это основное, и понимать, что ты не один, что всегда есть люди, к которым можно обратиться за помощью, советом, это важно. Это правда глубокая мысль. Спасибо, Миша. Спасибо. Субтитры Мысль